Своим друзьям, ежедневные деловые встречи, это ваш бизнес. Звонкий детский смех, это ваша семья. Просекать волны на яхте, это ваша страсть. Причал за окном, это ваша привилегия. Новый жилой комплекс класса «Дельукс» на Крестовском острове. Привилегия. Здесь царит комфорт. Причал на яхте набережная территория с фонтанами. Видится на малую нитку. Подробности по телефону 6658. Застройщику я настрой. Проектная декларация на сайте привилегия SPB.ru. Такого предложения вам еще никто не делает. Только в ауди-центре Петроградске. Только до 30 апреля. Только 22 автомобиля. Станьте владельцем ауди и расходы на обслуживание вашего автомобиля. Мы возьмем на себя. Решите, пожалуйста, больше за наш счет. Придолжение ограничено не имеет значения. Подробности 3260808. Просек Минзиков 8. Ауди-центр Петроградский. Искусство. Быть первым. Телефон рекламной службы. Бизнес-ФМ. Санкт-Петербург. 920-107-4. Мобилизация. С Андреем Соловьевым. Здравствуйте. Сегодня об альянсе Microsoft с производителями Android-смартфонов и сенсорном тачпэде размером с нокоть. Главный редактор сайта mobilemho.ru Андрей Соловьев. Microsoft предложила производителям Android-устройств выгодную сделку. За установку на свои смартфоны и планшеты приложения Microsoft корпорация простит им часть обязательных лицензионных отчислений. Подробности. Корпорация Microsoft, владеющая рядом патентов, которые используются при производстве смартфонов на Google Android, предложила своим партнерам снизить размер лицензионных отчислений при условии, что они будут предустанавливать на свои устройства приложения Microsoft, такие как Word, Excel, OneDrive и Skype. На данный момент компания объявила заключение соглашений на предустановку приложений с 11 производителями, включая Samsung Electronics. По разным оценкам, публиковавшимся в прошлые годы, совокупная сумма лицензионных отчислений, получаемая Microsoft от Android-производителей, составляет от 1 до 3 миллиардов долларов в год. Соглашения на выплату Royalty у Microsoft заключены более чем с 20 Android-производителями, включая Samsung, LG Electronics, HTC, Amazon, ZTE, Dell и многих других. Новая схема взаимоотношений позволит программу под Microsoft появиться на большем количестве гаджетов, а производителям сэкономить. Мобилизация. На Бизнес.ФМ. Санкт-Петербург. Исследователи медиалаборатории Массачусетского технологического института создали рабочий прототип сенсорного тачпэда для управления курсором компьютера, закрепляемого на ногте большого пальца руки. Гаджет дня от mobilemho.ru По задумке авторов устройство в первую очередь поможет людям в ситуации, когда заняты руки, а управлять компьютерным курсором просто необходимо. Пототип установленный пол и крепится на большом поле, а управление производится с помощью пальца указательного. Насколько удобно и точно получится перемещать курсор на столь миниатюрном сенсорном поле, не сообщается, но скорее всего речь будет идти о простейших действиях, вроде подтверждения, отмены или прокрутки текста. Это была программа «Мобилизация». Меня зовут Андрей Соловьев. Держитесь курсором. Сделано, тем это меньше является пропагандой. Но если это сделано не талантливо, тогда это служит обратной целью, и пропаганда тем более не является там. Никому не талантливому. Но есть магический образец? Какой фильм Ленин Рефенштайн? Гениально сделан с точки зрения кинематуры. Гениально совершенно. Но он пропагандист. Почему? Может быть, просто ее взгляд. На те события, которые происходят. Это же очень важный момент, да. То есть это ее взгляд. Вообще, само понятие пропаганды – это распространение. Правильно? То есть распространение каких-то взглядов. Журналистика всегда занимается распространением. Есть разные жанры. Но когда говорят, вот вы пропагандист, а вы не пропагандисты, стоп-соп-соп-соп, то вопрос, что вы же или нет. Если вы сохраните формат пропаганды, если вы сохраняете только исключительно собственные жизни, то есть это, собственно, вести партия так-то и сильно бывает. Это тоже не является пропагандой. Мало ли, если вы сохраняете только информацию за партии, то можно выбирать информацию, сделать все, что угодно, потому что объем информации безграничен. Но любое авторское прочтение, любая новостная передача всегда авторская. Поэтому и здесь это тоже не работает. Поэтому вот этот ярлык пропагандист или не пропагандист, сколько минут интервью у нас снято, сколько вошло в фильм, и вот вы заговорили в разговоре про Васильева, мы об этом говорили, но это в фильм не вошло. А что еще вошло? Не вошло много, потому что мы говорили, ну, как, сейчас пятьдесят.